Карачаево-Балкарский народ выбрал своих героев искусства, литература, наука и общественная деятельность. Итоги за 2018 год подвели в Крым-Шамхаловском комитете и вручили народным героям княжеские медали. Подробности в репортаже Руслана Каркмазова. Крым-Шамхаловский комитет – это аналог Нобелевского комитета. Поэтому ежегодно идет тщательнейший отбор претендентов на народное признание княжеские медали. С самого начала была взята довольно высокая планка, предусматривающая то, что человек делает, не просто так, а так, чтобы аналога тому, что он делает, не было. Княжеской медалью награждены ученые из Евросоюза. Венгерский доктор наук, филолог Эвачаки, музыковед Яна Шипаш приезжали к подножию Эльбруса и записывали песни, загадки, стихи и легенды. Они завершили 16-летнюю научную работу, посвященную путешествию на Кавказ по следам венгерской народной музыки в генезисе устного и музыкального творчества карачацев-балкарцев. В венгерском народном фольклоре и музыке карача-балкарские корни составляют не менее 20%, и глубина этих корней более 10 лет. Медалью Крымшамхалова наградили и мастера-коневода Клычгири Урусова. Он по крупицам собирал документы о карачаевской породе лошадей и издал книгу. Эти документы имеют не только научную, но и историческую ценность, потому что их извлекли из многовековых архивов. Я считаю, что самым ценным, самым достоверным документом есть такая книга «Конские ресурсы СССР». Эта книга издана не каким-то одним автором, а целым коллективом ученых, специалистов научно-исследовательского института коневодства в 1939 году. Я считаю, каждая порода, записанная в эту книгу, имеет паспорт. Все. Доктор наук Махтиулаков завершил академический труд по фонетической системе и лексико-грамматическому строю карача-балкарского языка. За это и наградили ученого медалью Крымшамхалова. А этому предшествовала масштабная работа по изданию карача-балкарского словаря, утвержденного Российской академией наук. Трехтомный словарь состоит из 85 тысяч слов. Это впервые в тюркской лексикографии толковый словарь переводится все словарь, не делите, на русский язык. Это самый полный словарь из всех современных тюркских языков. Документальный фильм заслуженного журналиста Карачао-Черкесии Светланы Шендрик-Переславцевой «Теплые камни» о скульпторе Хамзате Крымшамхалове привлек в себе внимание научного сообщества. Наша коллега создала телевизионный каталог работ скульптора и даже обнаружила исчезнувшие работы. Эта интересная скульптурная композиция называется «Эльбрус». Только фотографии осталось, а где сама работа, к сожалению, нам это выяснить не удалось. А вам не кажется, что она потом может где-то всплыть под чужим авторством, а ваш фильм уже защитит от этого процесса? Вам не кажется, что она была похищена? Может быть, безусловно. Эта документальная работа была полностью украшена музыкой композитора Ахмата Малкандуева, который получил медаль Крымшамхалова за симфонию «Минметал». Ахмата Малканда возлагает огромную ответственность на меня за оказанное доверие ко мне. И я, конечно же, буду прилагать огромные усилия, чтобы оправдать надежды тех людей, которые были сегодня в этом зале и награждали меня. Документальный фильм «Теплые камни» и премьера симфонии «Минметал» были представлены мировой общественности телеканалом «Россия-1». Поэтому получен бесценный опыт представления талантов и явления их народу. Да так, что это явление награждается княжеской медалью. Телеканал «Россия-1» сейчас работает над несколькими проектами в области культуры и искусства для того, чтобы в следующем и последующих годах представить к высшей награде карачао-балкарского народа новых героев. И поэтому будет очень интересно и очень занимательное проект. Руслан Куркмазов, Рассел Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Тиберда, усадьба князей Крым-Шамхаловых.